Всем привет! Последняя неделя ноября в Перми по-осеннему не сдается, превращая сугробы в лужи. Но мы-то знаем, что зима близко, а вместе с ней по-настоящему крутой ледниковый период. Что это? Расскажу прямо сейчас. Декабрь вот-вот начнется, а вместе с ним настоящие зимние морозы. Уже завтра танки в гаражах каждого танкиста покроются инием – праздничной краской 20-дневного зимнего ивента. Обледенеют билборды и каргодроны. Будьте аккуратнее на тематически оформленных картах в этот раз. Не подскользнитесь на менее. Впервые в течение трех недель без остановки в лобби игры будет активна вкладка «Специальный режим». Запоминайте порядок. С 1 по 7 декабря на ремастер-картах «Песочницы» и «Фореста» играйте в «Снежки с друзьями». На ваш корпус экипируется голова снеговика, стреляющая то белыми, то желтыми снежками. Голды, кстати, тоже ожидаются. С 8 по 14 февраля на всем разнообразии зимних карт, которые вы сейчас видите на экране, пройдут бои в формате «Каждый сам за себя». Голды для развлечения из ЛП-ютюберов мы, конечно же, тоже оставим. А вот уже в завершении ивента с 15 по 21 декабря знаменитый танк-бол с мечом-орехом. Режим регби на дневной, вечерний, ночной и зимний в вариациях карты Берлин. Также на три части разделены особые миссии. Каждая часть состоит из одной супермиссии и семи заданий. Только выполнив все, откроется следующий этап. В призах этапов 7 обычных контейнеров, 3 ультра-ящика и 15 звезд. Если у вас есть премиум или батл пасс, вы можете получить призы еще и за выполнение 6 миссий, открывающихся на протяжении всего ивента. Обратите внимание на элитный пропуск. Чтобы пройти все уровни и получить все призы, необходимо заработать ровно 1000 звезд за 3 недели. Не успели закупиться всем необходимым в Черную пятницу? Еще один шанс представится с 1 по 3 декабря. Привычное 30% снижение цен на улучшение вооружения на предметы гаража и магазина. Присмотритесь к витринам последнего, ведь там вас ждут выгодные спецпредложения со скидкой 60%. Напомню, теперь видеоблог появляется вместе с новостями на нашем сайте. Хотите вникнуть подробнее и почитать? Го туда! Информация о ледниковом периоде будет первой по ссылке в описании. Весь месяц мы работали над упрощенной геометрией танков. Она потребовалась для оптимизации шафта и его снайперского варианта выстрела. Немного геймдизайна. В танках есть автонаведение, и оно работает по грубой физической геометрии, которая составлена из некоторого количества условных кубов. Они и строят область танка, которая засчитывает попадание снаряда. Вы наверняка слышали определение этому, так называемый хитбокс. Свой хитбокс есть у каждого корпуса и пушки. Альтернативный выстрел шафта работает не по хитбоксу, а по визуально видимой геометрии. Он настолько точный, что вы говорите серверу пиксель, в который хотите выстрелить. И чтобы сервер ответил игроку попаданием, ему нужно посчитать, попадает ли траектория выстрела в любой полигон танка. В отличие от невидимого хитбокса, полигонов у танка могут быть сотни. Вы можете это легко проверить с помощью диктатора и любой крыши. Если выстрелить чуть выше корпуса, то урон не засчитывается. Вы должны прицелиться именно в визуальную часть корпуса. А вот хитбоксы статичных объектов при цели шафта уже имеют квадратный хитбокс и могут спасти от урона снаряда. До того момента, как в игре начали появляться HD скины, на производительность такой выстрел шафта никак не влиял. В нынешних реалиях количество расчетов увеличилось. Там, где нужно было подсветить условно сотни полигонов, из которых состоит хитбокс танка, на HD скинах уже необходимо подсветить тысячи. Существенная разница. Чтобы корректно обработать попадание в хитбокс, состоящий из таких тысяч полигонов, в момент прицеливания резко возрастает общая нагрузка на систему и потребляемую оперативную память. Просадки производительности заметны даже на старых ноутбуках, но еще больше они заметны на мобильных устройствах. Собственно, сейчас мы специально создаем низкополигональную геометрию хитбокса, чтобы снизить потребление памяти и нормализовать FPS при прицеливании шафта. Важно! Танк в прицеле шафта будет выглядеть все так же четко и красиво. Мы лишь упрощаем невидимый в игре хитбокс и делаем для него упрощенную геометрию. Еще одна небольшая новость. В ближайшем релизе обновится автоматическая проверка настроек графики. После входа в бой автонастройка оценивает среднее количество кадров за первые секунды битвы. Если среднее число кадров меньше 45, то настройки тут же адаптивно снижаются до средних или низких значений для плавной работы именно на вашем устройстве. Игрок может самостоятельно сменить настройки, тогда автоматика работать больше не будет. Интересный факт для мобильных пользователей. Мы выяснили, что настройка разрешения картинки, поставленная на максимально, значительно не отличается по качеству от графики на низком уровне. Различия, конечно, есть. Они видны на экране телевизора или монитора, но на экранах телефона увидеть их практически невозможно. А вот лишние ресурсы сохраняются, и игра работает быстрее. Работа над оптимизацией продолжается. После завершения описанного в этом видеоблоге мы сможем обновить Android-версию до HTML5. Осталось ждать совсем немного. Главный и резонный вопрос, который задают нам игроки из всех утюгов и чайников – а где ключи? Без паники! Тестирование уже в процессе. Мы практически все проверили. К сожалению, для вас и для нас некоторые проверки нужно осуществлять вручную. Как вы понимаете, на это нужно потратить значительное количество часов. Мы не хотим, чтобы ваши контейнеры пропали, а потому призываем вас запастись терпением. Спасибо, что прислушались к моим словам из прошлого выпуска. Выборка ответов стала значительно проще. Как и обещали, мы готовы на этой неделе внести еще 76 игроков, отобранных для финального вопроса к юбилейному 500-му выпуску. Итак, на вопрос, на какую из указанных пушек существует больше всего цветов выстрела, ответом стал рикошет, то есть вариант D. Поздравляем вот этих танкистов и добавляем их в число участников. А сейчас третий вопрос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это были все новости. Следующий видеоблог выйдет только 21 декабря, когда завершится ледниковый период. Все это время я буду сильно скучать по вам и вместе с тем не терять время недаром. Торжественно клянусь собирать самую интересную информацию, держать руку на пульсе ореха и читать ваши комментарии. А потому пишите. До встречи на полях сражений и... Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова